Если можешь быть орлом, не стремись быть первым среди галок. Привет, Даша, я продолжаю рассказать с родословной. И мы дошли до очередной линии, до линии Лопатины, чью фамилию я и ношу. И сегодня речь пойдет никому и но, какому и мотце, Лопатин Анатолий Леонтьевич, рожденный в городе Ужури, царство ему небесное и умерший в городе Бакан. Говорят, мы с ним двое из родца одинаково с лица. Все вот так говорят, хотя я никакого патологического сходства не вижу. Особенно все уплывают на глаза, брови, форму лица. Был даже такой случай, когда я поехала в гости к своим дверодным братьям, полулопатиной с колени. Их жены меня не видели даже по фотографиям. Но когда увидели, оценивающе посмотрели, так сказали, ладно, мы за тобой признаем, что Лопатина похожа. И был такой еще показательный случай после смерти отца в 95-м. Мы не виделись с Лопатиной лет 10. Потом, в 9-й родного брата отца, был юбилей, день рождения. Он нас пригласил, отмечал в ресторане, пригласил всех родственников, коллег, знакомых. И какой-то, как положено миминейку, встречал гостей в фойе ресторана. И когда он нас узнал, сначала он посмотрел на маму, на его лице отразилась мимика неузнавания. Потом он привел взгляды у меня, и вот прямо на лице было видно, что его осенило. Он меня узнал по глазам. Кстати, у дяди Вити с папой было что-то, такое братского соревнования. То есть они первые в своем роду получили высшее образование. Дяди Вити у меня высшемедицинское, папинка высшую юридическое. В Томске он получал его, и ее все хихикало над моей маменькой. Потом, когда они познакомились с маменькой, то заканчивало юридическое в городе Красноярск. Я говорю, ха-ха, у вас в Красноярском университете дети, и только один профессор, и тот по семейному праву. Ну, это я уже немножко отошла от темы. У меня такой же изгиб в области поясницы, как у отца. Та же манера стопыливать пальцы на ногах. Ой, какие интимные вещи пошли. Способности к шахматам, статистический тип мышления, любовь к истории учтения, родине. Во всем этом мы совпадаем. Кроме спорта. В отличие от меня, папенька обожал спорт. Любой, даже самый ненастный день, он шел, бегал, выполнял ряд спортивных упражнений. Особенно был рад, когда приехали в Абакарм, потому что здесь четко напротив нашего подъезда школа. Папенька называл ее стадион. Потому что действительно двор спортивный, школа, был прекрасно оснащен спортивными всякостями. Что для полноценного стадиона не хватало только вот этой ареной со скамейкой, как она называется. Вот, кстати, еще раз такую сетему, вот, что меня всегда поражало. Там была такая огромная хрень. Я не знаю, как это объяснить. Она уходила в высоту наискосок, под определенным углом. Там, наверное, метра два с половиной три было. И типа ступенек, но не ступеньки. То есть можно было только на руках перебираться, хватаясь за вот эти перекладины. Я не знаю. Вот. И мне всегда поражало, что он добирался до самого верха и, внимание, спрыгивал. Даже при этом особо не приседал. Прямо четко. Конечно, он пытался меня приучить к спорту, но нет, это было. Даша любит и спортов только от плавания, шахматы, теннисный этот забыла, но не играла. Настольный теннис, теннис, ага, теннис на стол. Вот. И танцы, и все. Баста. Хотя, конечно, у папеньки был разряд в школе по лыжам какой-то там. Я в школе младших классов тоже неплохо покаталась. И еще, кстати, у отца был разряд по шахматам в школе. Определенная вот я, кстати, деградировала в этом плане. Где 10 не играла, сейчас пытаюсь возобновить просто ужасно. Когда-то играла просто отлично и перестала играть потому что никто со мной не хотел играть. Как-то скучно проигрывать. А сейчас с меня обыграет даже ребенок, который вообще не умеет играть в шахматы. Я серьезно. Если кто есть в контакте, попробуйте как-нибудь со мной сразиться, потому что там есть приложение, где можно выбрать определенного человека себе в сопернике и полюбуйтесь моей деградации отсталости. Далее. Что еще? У папы с моей мамой был не первый брак. До нее была другая жена, оттуда был ребенок, Андрей. Тоже Отцарство Небесное. Кстати, мы родились фактически в один день с разницей в 9 лет. Он родился 16 июля, а я 17 июля. То есть... Так, что еще? У него была, кстати, совершенно мистическая связь с отцом и для меня с мамой совершенная загадка вот какая. Папа благотворил просто своего отца каждый год обязательно к нему на день рождения четко очень важно к нему относилась. А вот к матери своей отношение у него было обратное. Хотя я обидусь и ничего плохого сказать не могу. Он даже ее на вы называл. Я, конечно, спрашивала, что, папа, почему ты бабушку на вы называешь? Он говорил, что из особого уважения, но как-то мама говорит, что наоборот. Я-то плохо помню уже. Все-таки больше 15 лет прошло со дня его смерти и с тех пор мы скоро и дедушка, и бабушка ушли. Так, вроде я ничего не забыла, но знаете, что было самое в моем отце поражающее? Я когда узнала, у меня был просто шок. Он родился без кожи. То есть совсем вообще не кусочка, не вот частички. Без кожи родился. Да? Надо просто найти его на интернете, что это такое вообще как? Что? Как? А, еще у нас с ним сходство. Я оставлю внизу несколько ссылок на папу в разные его года. Вот эта штука, видите, у меня волосы идут не чистой линии, а такая тут галочка. Это тоже мне его в отце. Да. Так что, и очень жаль, что он ушел в жизни до того, как я занималась генеалогией прям всерьез-серьез-серьез-серьез-серьез. Чует мое ее сердце, много что знал. Ну, что ж, придется, раскапаю под мне самостоятельно каким-то макаром непонятным. И на этом все. Пока-пока. Здоровья вам. Оно пригодится. Сейчас опасно. Пора. Надевайте всякие шарфики, утепляйтесь, не хотите мяту, не хотите мяту. Ну, в общем, пока.